Ну что, мы потихоньку переходим на робототехнику. За нас моют посуду, за нас включают свет, за нас стирают, убирают и даже моют. Уже не первый год на рынке существуют роботы, которые моют окна. У нас на канале есть около 10 обзоров на различные модели, даже с автоматическим распылителем. Но вот уже сегодня можно купить умного робота, который на борту имеет Bluetooth, и можно им управлять со смартфона. Есть ряд и других решений. Обо всем по порядку. Всем привет, друзья. Обзоры Белозеров. Продолжаем. Друзья, ну а спонсор видео, компания Okitel, которая старается двигаться в ногу со временем, и они в конце 2020 года представили свой новый смартфон Okitel WP10 5G. Это просто космический монстр. На борту аккумулятор на 8000 мАч, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 постоянной, мощный быстрый процессор нового поколения Diamond City 800, с 7-нанометровым техпроцессом, экран на 6,67 дюйма, 5 современных модулей камеры, включая основную на 48 мегапикселей с сенсором Sony IMX582 на практически чистом 10-м андроиде. И главное, друзья, что это первый в мире смартфон с такой начинкой и защитой военного стандарта Milestegi 810G. Не боится воды, не боится заморозок и падений. Ну и прайс для такой железяки вполне установили адекватный. На распродаже в черную пятницу с учетом купона магазина можно взять за 369, а с учетом кэшбэка выйдет и того 350. Задумались? Ссылка в описании. Компания Electroaks имеет высокий рейтинг. В Китае выпускают много моделей роботизированных уборщиков, и они тысячами продаются на Алиэкспресс и не только. Данная модель мойщика носит название WS1080. На вид черныш получился довольно симпатичным. Здесь производитель уже явно решил делать что-то интересное. Конечно, это глянет, смотрится красиво, но пачкается тоже красиво. На видном месте всего одна кнопка для запуска. Для начала необходимо открыть люк, под которым прячется петля для страховочной веревки, и основная кнопка включения. Открыли, включили, запустили, и получаем вот такой вот космолет по виду. На борту робот имеет аккумулятор, чтобы в случае потери или отключения основного источника он мог находиться еще 20 минут на стекле и не отваливаться от поверхности. В целом в комплекте есть сетевой шнур длиной 6 метров, распылитель с колбой для жидкости, пульт дистанционного управления, адаптер питания и зарядное устройство, присоска для установки на стекло и крепление к ней страховочного троса, сам трос прочный, страховочный, эластичный, зажим, карабины, набор сменных тряпок, инструкция с QR-кодом для скачивания приложения. Называется оно WinRobot или Livy Lightroaks. И то, и то, но об этом немножко попозже, там интересная история. Мойка окна с роботом начинается легко, особенно актуально для домов с панорамными окнами, большими балконами или просто в доме с большим количеством окон. Но фишка в том, что роботы-мойщики окон могут применяться и в работе с очисткой плитки, например, в ванной или туалете. Это я тоже покажу немножко позже. Для запуска нужно всего лишь взять присоску, продеть в нее страховочную веревку, обратный конец закрепить на робота при помощи карабина в соответствующее полукольцо. Ну и в случае чего, то веревка выдерживает нагрузку до 20 килограмм, так что даже при резком обрыве выдержит робота. Позаботьтесь, конечно, только, чтобы присоска была чистой, и не забудьте снять с нее защитную пленку. Я мою окна внутри комнаты, поэтому мне трос тут не нужен по понятным причинам. В общем, жмем кнопку под крышкой, мотор запускается, прислоняем робота к окну, и в это время мощность увеличивается, и оторвать руками его уже крайне сложно. Жмем кнопку «Пуск на корпусе», и он погнал убираться в автоматическом режиме, который называется Z plus N. Такая умная уборка одного окна, примерно одного метра квадратного, заняла у меня 4,5 минуты. Проблем никаких не было с углами, справился хорошо, да и пропущенных мест вовсе не осталось. Мощность всасывания очень высокая, 2800 паскалей и сила на отрыв 7,5 килограмма, поэтому даже хорошо въевшуюся грязь отмывает. Возвращается по итогу в установленную изначально позицию. Далее берем пульт, жмем уборку по типу N, и в ускоренном варианте это выглядит вот так. Очистка у меня длилась 2,5 минуты, траекторию движения можете видеть сами. А теперь запустим Z режим. Уборка быстрее, уже примерно 2 минуты, и тоже, в принципе, пропущенных мест не оставил. Если же хотите локально где-то что-то очистить, берем пульт и управляем этой робомашиной, как вам будет нужно. Отзывается, в принципе, неплохо, так что если станет совсем уж скучно, можете попробовать поуправлять этим роботом. Но куда же без смартфона, нужно ведь как-то выделяться на рынке, отличаться от конкурентов, поэтому Lightroaks решили внедрить и такую возможность. Необходимо скачать приложение по QR-коду, откроется китайский сайт, в пустое поле нужно ввести 2020, и тогда появится ссылка на скачивание. Вот такая вот не совсем простая задача, производитель обещал в будущем исправить, добавить приложение в Play Market и App Store, и тогда будет все гораздо проще. В общем, открываем приложение, жмем кнопку «Добавить в Bluetooth соединение» и в списке выбираем робота. Нам доступны три режима уборки, а также тот же джойстик для управления роботом со смартфона. Насколько эта фишка полезная, ребят, вообще вот сказать, честно говоря, мне сложно. Типа так, рисануться перед друзьями или где-то на объекте, типа «Да вот я такой крутой, у меня даже эта черная штука может управляться со смартфона». В целом, конечно, да, если пуль где-то потеряли, то выбрать нужный режим можно со смартфона. Лишним это точно не будет, причем цена не выросла за эту функцию. Наоборот, если раньше мойщики стоили за 200 долларов и выше, то даже эту модель можно урвать за 150-170. Прямо сейчас можете залететь в наш инстаграм-магазин. У нас самая дешевая цена на этого мойщика после обзора, да еще есть сотни разных товаров. Я ищу к покупке любого смартфона Powerbank у нас сейчас в подарок. Есть и другие акции, есть и очень интересные цены, а есть и эксклюзивные товары, которых почти нет нигде. Всех жду, ребят, Bell Store UI, ссылка самая первая под видео. Что касается мойщика, то, как я говорил в начале, его можно использовать не только для мытья окон, он и хорошо справляется с плиточными покрытиями. Вот, к примеру, у меня в санузле высокий потолок. Руками или шваброй там не очень удобно работать. Запускаю мойщика, причем я не стал убирать дозаторы мыла, не стал убирать цветок. Смотрим и видим, что робота и неплохо справляется со своими задачами. Таким же способом люди моют и зеркала дома, и другие гладкие поверхности. Тряпок в комплекте два набора. Одна загрязнилась, поставили вторую, причем можно докупить еще комплекты при такой необходимости. А так, что вам сказать? Повторюсь, он из прошлых обзоров. Такой робот нужен не всем. Если у вас дома пару небольших окон, даже не смотрите, проще и быстрее, дешевле будет помыть руками или какими-то специальными швабрами или магнитными приспособлениями. А вот если финансы позволяют, у вас дома много окон, или панорамное остекление, или большая просторная ванная, тогда можете рассмотреть к покупке эту черно-синюю коробку. А кто-то скажет, что за эту цену я себе найду другую Black Style Edition домработницу. Все вы будете правы, и каждый решает сам для себя, что ему нужно и как убирать. Я лишь делаю обзоры, показываю товар с технической стороны. И минусы данного устройства. Сыроватое приложение, не очень удобное крепление для страховочной веревки. Плюсы, мощность, дизайн, продуманный режим уборки, ну и тоже приложение пусть тоже будет в плюс. Все-таки новинка как-никак. Впереди у нас будут еще эксклюзивные обзоры, и чтобы не пропускать новые видео, я думаю, вы знаете уже, что делать. Просто не пропускайте их. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...